Слава тебе Господи. Вот сегодня у нас, сейчас я посмотрю, какое число-то, вроде 13 декабря, видите, как хорошо, до часов у меня останавливаются часы, вот 13 декабря прямо написано, у нас часы, ну батарейки-то остановились так, нет за чем тратиться-то где-то. Ну что, встаем всегда мы в 4,40, помылись, это частный домик-то такой, это Господь мне дал его, чудо просто Божье, но на улице-то холодно, и поэтому у меня получилось так, я держу три кошки, потому что у меня голубятни, там много зерна, семечки, мышки любят это, крысы приходили раньше, сейчас крыс-то нету, а мыши все равно есть, поэтому кошек иногда туда сажаю, но сейчас холодно. Ну недавно в одной библиотеке мыши появились и ничего не могут сделать, сделали запрос, за мной прислали такси специально, и у меня рыжая кошка, рыжку, ну я ее в сумку посадил и отвез туда, там жизнь прямо изменилась у них сразу, и каждый день договорились по интернету дают отчет, как она себя там ведет, вот, рыжая, а у нее дочка, это белая, такими желтыми ушками, белая называется, а у нее сын белый, и чтобы нам ветер не дул из-под пола, на ночь мы их сажаем под пол, у нас там картошка, там морковка, варенье, там тоже бывает иногда мыши, ну вот, палочкой которой подпираем, сверху положу плотно, а теперь вот эту вот снимаю и выпускаю при них, вот так, вот они мои, вылазят, вот они где, вот этот маленький, ему пятый месяц только идет, он какой герой, вот они, мышатеньки, вот, а теперь вот такая вот сделана, задвижка закрывается, и ставим ее на день, но все равно ветер-то походит, но ночью у нас не остывает, а оттуда как, просто дует, как трубу, вот они сейчас пойдут, смотрите, как они себя ведут, люди, у людей дерут они диваны, у нас не дерут, вот, они нашли где можно, и каждый раз надо погладить, вот сейчас они будут подходить, почистить надо им когти, вот она подходит сейчас, если она подходит, ее надо погладить, а так закрепляется за ней, ой, да молодец, а он в очередь становится за ней, пошел, тоже подойдет, сейчас в очередь встал, о, вот как, и они дерут палочку, на которой полки стоят, да молодец мой, какой хороший, нигде ничего не сделает, вот они как искоблили ее, вот покажи, Володя, поближе подойди, тут она тонкая уже, ну, приходится убирать вот это, а так как ковер зажатый здесь, я уж хотел показать, мы щеткой пробуем убирать, вот она ей понравилась, и каждый раз, скорее успеть погладить, ну, просто надо уважать, кошки чистоплотные, нигде ничего от них нету, они ходят под пол, там, вот они где приходят, вот они, замечательно, вот, показать кое-что хотел сегодня, люди не знают, вот, я раньше досчитал, примерно 50 книг аудио, как бог все устраивает, и даже придумать нельзя, я видел, что людям это надо знать, люди просят, а как бы мне это послушать, я записывал в пропаде Ярла Николаевича Пести, ну, в одном экземпляре, а магнитофон был, там, 150 метров, такая маленькая, катушечка-то, ну, совсем махонькая, и две дорожки туда и обратно, и скорость 9, кажется, и 7 была, ну, майкой все закончилось-то, но в это время я уже полностью прочитал, занимался, Ян Златоуст, Жития Святых, как для людей-то сделать это, печатать, машинки были запрещены, все-таки потом разрешили машинки иметь, мы целый поток наладили из Киргизии, везли сюда машинки, вот, куплена она за 250 рублей была, за 250 и дорога, нам, чтобы оправдать, мы с Челноком туда возились, а потом близкие связи были с Баптистами, там Сипко был, кажется, да, и оттуда везли Евангелие и Библию, их вообще не было здесь, мы везли оттуда, даже нельзя сказать, контейнерами, и по себестоимости, это чуть не в 10 раз дешевле, чем, когда продавали в церкви, поэтому у меня очередь стояла, начальники милиции, прокуратуры, КГБ, ну, кого только не было, депутаты, и все ко мне на дом, а я не, ну, кто я такой-то, просто мы носили, везли, и весь Барнаул и окрестность, это все было наполнено Библией, правда, Библии были только не канонические, 66 книг, но хорошие, Библии, хорошие, мы покупали, покупали, на все были справки у нас даны, и по себестоимости отдавали, но они просто дешевые были-то, и все удивлялись, как так, себестоимости, ну, как, мы даже не понимали, как на Слово Божие, мы бы его бесплатно отдавали, если бы не покупали, ну, вот, я просто рассказываю, что в любой обстановке можно делать что-то, вот я сейчас говорю, сразу обвиняю, а, ты хвалишься, так есть чем хвалиться-то, а то нападают те, кто ничего не делает, я хвалюсь моим Господом, Он нас хранил, люди погибали на тропах, когда завозили Библии, мы знаем эту страшную историю, это отделенная, Совет Церквей Баптистов работали, и мы с ними были плотно связаны, у нас были деньги солидные, я печеньком работал, власть мне не давала нигде работать, работал я неукротимый был, у меня работа всегда была 280-300% это выработка, это Бог мой давал такую силу мне вот, печку делает, ну, что такое печка-то, кто, может быть, даже и нынче не знает вот сюда, зайди-ка в эту комнату показать это вот Голанка называется у нас, Голанка вот, вот, закрывается тут, вот открыл печку, там зола протопили вот, поддувальная дверка, и откроешь туда ветер поддувает, чтобы кислород был задвижка, вот у меня первая нижняя задвижка это напрямую идет, вот его, может быть, даже видно как-то показать вот, я печник профессиональный, я строительный техникум заканчивал, дед у меня был печником, мама клала в печь, мне от них все это досталось знание, ну, а там уже большая где-то а это просушка дров здесь дрова, вот они лежат и вот эту печку начну делать, а обогреватель вот он идет, там труба труба ну, тут, это берить нынче уже не стал даже обычно делают, они несколько дней, два человека приходят я всегда приходил один и у меня от фундамента с трубой две печи в день я был сторожем а клад был 72 рубля в месяц 72 сутки дежуришь, трое дома ну, и поэтому еду на велосипеде, с сумкой, глина, песок частный сектор, у вас не печку делать, да, печника не можем мыть ну, а когда я делаю, я делаю намного дешевле, чем такие, которые ходят пьют там, у меня ни выпивки, ничего нету раз в два с лишним дешевле тепло до самого полу угля тонны на полторы меньше и в течение года бесплатный ремонт, если что-то случится это вообще ну, и под моим именем начали, как говорится, плагиаты ходить-то ну, их быстро разоблачили целые бригады ходили, будто я нанимаю то есть договариваюсь, а сам я не делаю вот разные были какая-то татарская бригада тут организовалась а что у них приходится разбирать заново и все это делать а свободные дни зимой где-то я насчитывал пленки и распространял я хотел сказать, как убого все высчитано и вот на такой маленький магнитофон и его ну, просто невозможно ничего сделать такие, ну, как сухарики вот такие они, катушки тогда были там ну, прям совсем никакие я даже не могу сказать, сколько метров были 150 или что-то потом-то пошли они 520 я думал, как сделать-то как сделать, чтобы другим-то пленки-то дать-то пленки еще продавали свободно и вот в это время, когда я начал размышлять толку-то от моего размышления я в церковь и на молитву пост объявляю сразу и начинаю молиться и вот я иду по партизанской, тут улица такая одна из центральных улиц а в это время Бог делает так здесь был такой молодой человек, неженатый Речкунов Алеша его звали, на самом деле он Леонид Леонид Ильич, как Брежнев, вот тоже интересно это все он за русский язык а он из старобрядцев мама была старобрядца и он к ней ходил так, ну-ка ты мне тут сейчас помешаешь пока беги, гуляй вот и вот он думает по-русски-то как бы служба-то кого? у старобрядцев по-русски-то ну ясно, что он не понимает, что это вещь вообще юридическая для старобрядцев-то но он такой очень талантливый был по технике вот едешь мимо свалки мы едем тогда мотороллеры были он обязательно на свалку заедет брошенный какой-то холодильник посмотрел, забираем там машинки швейные японские эти тогда были маленькие, кассетный магнитофон он где приедет все ремонтирует талант его берут в трамвайной депо с отклонениями говорю и там в трамвае стоит чуть не парк целый он сломается, ничего не сделает но его наняли пройдет там сколько-то месяца два-три весь парк все на ногах стоит у него так его директор там какого завода где он работал домой привозил домой его ценили не знаю как ему просто цени не было вот такой талант если он сейчас был живой он по несчастью погиб то я даже не знаю что бы он сегодня мог делать какие программы составлять талант Божьей милостью и он в это время идет и там у него идет и с бабушкой разговаривает по партизанской суда красноармейскому и говорит ну непонятно же ничего служба прошла ничего не понятно ну как-то бы сделать понятно она говорит такой человек есть который за русский язык старается она такая активная бабушка есть такой он говорит а кто это она говорит да он к нам не ходит он ходит к Никоньянам это для православных так называют а кто он такой он до того живой был он прям здесь было скучерявый такой он как просто ну картинка на него смотреть то было вот он спрашивает и она говорит да Игнатия звайте вы Игнатия фамилия его кажется Лапкин она говорит а уже так сумерки начались маленько и я иду по этой стороне по этой улице на этом участке и она вот так смотрит вперед Илюша так вон он Игнатий то и идет а только заговорили это вот все от Бога вот с чем похвалиться это Богом ну остановились когда он с такими влюбленными глазами еще не разговаривая вы что это знаете как за русский я говорю у меня перевод молитв есть и надо Библию читать а у Сарабрицы Библии то нет он не читал ни Евангелия ничего не знал все все теперь вот так вот показывай вот так со всей силой мы будем слеплены на несколько лет если бы не он вот этого дома не было бы этого бы не было в интернете что-то я выставил выставил то что нигде в мировой сети нет это 50 книг начитанные я на нашем сайте к истине один народ рух ну 3w впереди ставить там выставлено аудио аудио я начитываю полностью Библию 77 книг она в интернете запустите Игнатий Лапкин Библию сразу найдете ее растащили по всей вселенной дальше 12 томов Иоанна Златоуста да нет этого в мировой сети нету этого нигде по отдельным где-то проповеди сейчас стали появляться и что интересно я все отклонения делаю я когда слушаю когда другие насчитываю что-то там я всегда сравниваю вот я читал это как да никак что сравнивать лучше все делают лучше чем я лучше красивее но почему-то берут только мое а там музыки напустили никак а вот этот читает на меня это видно что с верой да я с верой да он ошибается его расстрелять мало ну меня ну не расстреляли пока сажать сажали тюрьму за плечами а расстрелять не расстреляли ну разные отзывы и на завтра он придет я спрашиваю его а ты что по магнитофонам знаешь да я говорю вот у меня такой магнитофон он на две дорожки только туда-сюда и одна пленочка там 150 метров ну она ну 25 минут допустим туда и сюда уже закончилась он говорит нет сейчас есть магнитофоны другие да и самим можно сделать как сделать так чтобы скорость была поменьше не 9 а 4,7 а как это можно так магнитофоны есть не слыхал такого он говорит так не две дорожки а 4 туда-обратно потом кнопку нажмешь и будет она первая там четвертая потом вторая третья вот это да и сколько будет он говорит ну есть на 375 метров я-то уже наизу и знаю это это 8 часов 20 минут это одна катушка 8 часов так это 8 тысяч часов у меня шарики говорится разбежались он говорит так это не все можно сделать так что с одного магнитофона записывать не на 1 вы на 1 записываете ну а как так с одного может записывать хоть 10 хоть как с одного магнитофона и сразу на 10 и они все писать будут я говорю пока один включу а другой-то уже пишет нет одной кнопкой все будут срываться я смотрю на него еще городят да как это может быть это а у меня все рассуждения о кирпичах я сын пастуха о коровах об овечках я понимаю вот это ну бык не может сразу 40 коров покрыть а по одной знакомиться то я поэт я не могу сразу 40 кирпичей ложить а по одному кирпичу куда намазать надо он говорит это можно сделать так можно еще сделать так что в одном направлении будет другая скорость то есть еще скорость говорит 19 я говорю как это во столько раз больше это там в два раза тут еще в два раза в 8 до две дорожки это в 16 раз быстрее я говорю а как слушать а потом переключить на 4.7 то и она будет слушать все нормально ниже 4.7 кажется она уже плохо слышно так это растягивает звук не знаю а что для этого нужно еще нужно магнитофоны покупать так а вы знаете сейчас есть такие магнитофоны говорят маяк 205 там говорят три скорости на большой скорости 19 туда скорости 19 две дорожки одновременно прогнать и сразу на 10 магнитофонов а у меня ставить то негде вся комната была у меня 12,8 квадратных метров 12,8 квадратных по стенам это спальня это кухня это туалет это приемная мастерская студия записи гостиная люди приезжают до 11 человек вот покажи как вот у меня я всегда на этаже разбито вот на этаже три этажа комната высокая строительная 62,16 она в этом году на подснос от оборачивающего типа и он пришел ко мне денег то я работаю деньги то у меня есть но с ним этот мотороллер мы пошли маленько пройдет времени и пленки будут подавать по 5 только пленок где то вот тут столько препятствий я думаю это из-за меня потому что до этого никогда не было и вдруг пленки мы стали брать по тысяче а что такое тысяча пленок это один ящик 40 пленок бывает 60 а потом по 100 такие большие были ящики это же катушки вот это вот самая маленькая она лежит пленка 270 метров 270 это были 150 а другие это 375 вот на них это основа а потом 525 были ну мы едем в Новосибирск Академгородок помню один раз в Академгородок мы приехали а магнитофоны эти вот эти вот вот стоят это майор 205 вот подойди поближе чтобы видно было вот это вот я его включаю вот здесь громкости ну я снял здесь такие пошире стоят где-то здесь вот это звук вот здесь вот тормознуть чтобы она не шла вот здесь вот первая четвертая дорожка а вот здесь вот третья вторая а записывать можно две сразу вот так вот я ничего не знал это только Леша знал это дело и вот я так вот включаю его вот она вот она теперь пошла видите как вот теперь тут ракорт красная это на обратную сторону а там белая вон она ее видать беленькая ленточка ракорт называется приклеена в магнитной ленте и он сделал так называется доильный аппарат провода вот одной пленкой я срываю но у меня комната-то у меня над кроватью еще один этаж был сделанный это нужно было сделать чтобы все опускалось когда кто постучится сразу все магнитофоны 15 магнитофонов все должны были исчезнуть вот они какие это самый современный магнитофон был стоил он 320 рублей 320 это невероятно а вот скорости вот четверка вот она написана вот девятка а вот 19 вот я сейчас покажу смотри как вот она идет теперь я переключу на девятку вот видно что быстрее мотает а вот на 19 вот она пошла вот на такой скорости одновременно на две пленки на две дорожки это скорость так слушай теперь я переключаю это моя мама голос мама моей умершей сохранился я такую пленку поставил чтобы ее голос из того света послушать она молится и плачет у меня мама была глубочайшей верой имела она и вот одновременно одной одной вот этой вот кнопкой я срываю вот она пленка кнопка и все одновременно на скорости 19 туда и обратно но оригинал то у меня записанный допустим на 270 вот она пленка катушка 270 а мне надо записывать потому что в магазинах стали 375 оригинал то записан на это теперь когда я ее переписать надо на другой по одной я в бумаге целые листы пишу я пишу здесь первая на 375 дорожка пошла уже четвертая первая четвертая первая четвертая вот это а вот это вторая и третья когда первая четвертая пройдет я пишу первая остановился там остановил а там то она другой размер мне нужно оригиналы было делать на 270 метров пленки на 375 и на 525 я должен был сначала их начитать потом сделать с этого оригинала оригинал чтобы здесь не испорчен я одновременно на 2-3 магнитофона переписываю самые хорошие новые головки вот здесь вот головка их покупал я десятками она и стирается вот обо что она трет вот она я сейчас подниму немножко вот она видать вот эта вот головка это центральная говорится часть на что подается там особой частоты ну а вот два два показывают как стрелка больше или меньше чтобы стрелка дальше когда при записи не колебалась до красной иначе она будет плохая слышимость вот тут специальная штекера как записывать это для записи тут очень хороший магнитопон маяк 205 вот 320 рублей ну и таких пришлось покупать много однажды мы приехали в Академгородок в Новосибирской области ну просто это такой научный городок и там снабжение намного лучше ну подошли спрашивая магнитофоны такие есть мне же надо магнитофонов мы уже достали 5 он говорит нет это 5 мало надо чтобы сразу 10 потом 15 срывалось с одного на другой но тут началась настоящая потом как писали магнитофонизация Сибири Сибири и всей Руси потом пленки раскатятся за границу и везде речь пошла о тысячах ну каждая пленка вот такая вот достать ее она стоила ну 375 метров она стоила 6 рублей 10 копеек вот за 6 рублей 10 копеек записанную я и отдаю а хотя каждый час записи государственной расценки я узнал я был бы миллионером еще при советской власти и тысячи пленок но взамен если я кому-то даю даже до чистую такого же размера больше ничего не было поэтому я иногда было 2 месяца 3 на кровать не ложился они крутятся ну и когда последнее уже захлопает а я сижу вот так вот около кровати здесь вот так идут у меня магнитофоны два этажа здесь а я вот так вот сижу заряжу их и маленько они как захлопали я слышал хорошо тогда останавливаю опять заряжаю и опять поэтому отец таким иногда позволят ну как насчет да сидя сплю это означает не ложусь спать идет тут работа а ракор здесь ферромагнитный слой он же как-то отлетает тут дышать нечем и вон мне сделал Алексей вытяжной вентилятор и там на улице там все летело ну а кто там видел какой запах то где-то это вот как все это было и вот пришли мы в академгородок в магазин они говорят магнитофоны есть но они не рабочие мы говорят уже рекламацию написали они не работают ну претензии какие вы сказали ну только покажите и вот она продавщица вытаскивает один магнитофон оно Леша взяло утолкнул он не движется он не движется он не крутится он говорит а сколько стоит ну как сколько та же самая цена значит вы не сбавили да как как сбавлять нам никто не разрешает это дело мы сейчас посылаем претензии туда магнитофона нет у нас говорят свои мастера они тут проверяют они не поддаются ремонту мастера хорошие Леша посмотрел мы берем продавщица цена тоже самая 320 он говорит берем я говорю а что ты будешь делать берем там что-то такое говорит есть пойдет ну платить-то мне надо я плачу взяли он другой берет тоже не рабочий она подтаскивает там вот другое что-то у него он посмотрел берем продавщица она вызвала директора говорит берут она говорит назад мы не принимаем начинает сразу нам не надо назад он говорит но я руки опустил я хочу показать как Бог делает Бог лучше этого мастера в жизни я не встречал хотя я знал очень много по разным отелей там где ремонтируют и было сейчас я не помню сколько 5 или 7 вот таких магнитофонов вот тяжелые такие неработающих вышли мастера им сказали они говорят мужики они говорят не поддаются ремонту мы их проверяли нельзя только на завод теперь отправлять ну и там пишут там несогласие ну и проще такое он говорит ну мы посмотрим я выложил деньги у меня деньги были очень большие я работал неукротимый а иногда еще в государственных структурах работаю и у меня выработка 280-300% печь дачи строил и всегда 280-300% то есть наилучшие способы как быстрее высочайшего качества никогда не переделывать я потом это отдельная тема это мой бог вот когда говорю бездельники сейчас умирать будут а что вы хвалитесь рекламируете себя кого я тебя рекламирует буду у меня других способов нету рассказать какое у нас сокровище ты покажи веру твою бездел твоих Яков говорит а я покажу издел моих не боялись этого я я а как Павел говорит я более всех потрудился я Павел говорит это за что будет ответ мы нету слове Божьим слово Божие говорит я 4800 раз эта буква встречается это местоимение поэтому я говорю я это делал но я бы ничего не сделал без меня ничего не можете Евангелие от Иоанна 15 глава мой бог это сделал через мои руки через мои знакомства через Алешу Речкунова Леонид Ильич а он это все накупили провода там все разного такие вот красные провода как раз такие телефон телефон слава Иисусу Христу это видите как попутно скажу это сестра старшая каждое утро интересуется мной живые мы или нет первые пять секунд телефон не включается мы договорились она звонит я сразу отвечаю слава Иисусу Христу она во веки славы трубку положила у меня денег нету вот у меня телефон вот это попутно все вот мне его подарили подарили собрались долго-долго уламывали меня и всей общины у меня не было у меня нет денег ну вот купили я никому не звоню а если кому-то крайне нужно телефон записан я брякнул дал сигнал если нужно он на меня ответит у меня нету я за целый год вот год второй я еще ни разу не позвонил ни разу он телефон и звонки принимает у меня нет денег я обхожусь телефон стоит вот от него потому что у меня работает интернет без телефона никак нельзя этот телефон стационар 243846 вот и барнаульский еще код 3852 набирает 243846 это наш телефон но только до 9 вечера по нашему по барнаульскому я тут закладки делаю и вот мы погрузились попутно накупили пленок а у него мотороллер с коляской мотороллер ну это как мотоцикл может сейчас я вроде не вижу нигде какие-то японские там но тогда была сильная машина это просто мы наложили если смотреть вот так вот все это затянуто и как сейчас помню мы едем а тут гроза ночь ночь где-то примерно 12 часов первый час ночи и КП тогда называлось как это ГАИ стоят выходят а как раз только из лесу выезжаем да еще лес кажется здесь еще он там милиционер был под дождем вышел подходит ребята вы кто такие ну кто два бородатые шлемы надеты я вышел я говорю я такой-то проповедник миссионер а это помощник мой что везете и здесь еще я говорю я насчитал Библию Златоуст насчитал 12 книг Дмитрия Ростовского кроме Златоуста 12 томов Златоуста это каждый том где-то в следующем 900 с лишним страниц 900 это 12 томов по буковке насчитать все надо было потом 12 книг Дмитрия Ростовского 5 книг Добротолюбия 4 книги Григория Диченко ну всего 50 книг Архипелаг ГУЛАГ я говорю я насчитал на пленку я на Златоуста жития нам распространять надо ну вот мы сейчас были купили монитофоны пленки а он под дождем милиционер стоит ну поднимите мы подняли маленько ну видно коробки ему то скорее надо в тепло я ему говорю я ничего не пойму что вы говорите ладно езжайте главное мы никогда нигде не лгали и через это Бог нас выводил привезли домой распечатали я говорю а что с ними делать они не работают я займусь завтра я завтра не работаю я займусь ну прошло 2 или 3 дня все до одного работают работают до момента когда у меня КГБ все это отнимет ну поставили предел но пройдет несколько лет я говорю а как ты узнал ну как а у него же вот это есть он не просто смотрел а крышку вскрывал и узнавал смотрел каждый магнитофон он говорит я по частям видите тут схема такая я по частям с Адураса у него прибор с собой я понял что здесь тут ничего я говорю а что тут было а там маленький трансформатор там проводки на заводе не досмотрели они соединились и замкнуло это совсем незначительно а вот ну это вал надо говорить я на завод пошел проточил у троих валы были неправильно проточены это талант был не талант а талантище но он мне встретился это он и когда у меня все изымут я сижу буду судиться 11 лет высужу 11 миллиардов должно было государство мне рассчитаться нечем было вот мне вот в центре города Барнаула 13 соток и два здания отдали 226 квадратных метров в одном мы молимся в другом вот я где сейчас нахожусь я попутно все сказать то есть в этой бедности ну господь больше проявляет в немощи моя сила он говорит это мой господь моего вообще ничего нету вот я только сегодня показать ящики этих вот они пленки какие есть видите все они надписаны но это златоусты у меня все спрятаны я делал несколько экземпляров один под землю зарывали у меня было 6 тайников когда обыскивали 3 тайника нашли но основной не могли найти ее пленку нужно два раза в году прокручивать не снимать напряжение иначе слышимость нету он сделал такой приборщик и на той стороне и опять все на место встало надо чтобы белый ракорд был вот она белая стоит вот она белая значит это начальная она прокрутила теперь назад идет вот он белая приклейка какая есть ну у меня тут даже сейчас посмотри сколько висит этих на которые заматывать надо вот такая была вначале вначале вот такие были вот вот ну а потом уже стали вот такие вот это 275 метров вот 270 а вот 375 их даже видно какая разница 375 вот я даже сниму чтобы показать вот и вот это 525 вот их видно даже вот видите как они идут ну я почти наверняка знаю больше меня никто не переписывал и не брал так как уже в это время был запрет уже не разрешали продавать больше 5 и нам нужно было брать много я сделал запрос ну друзей это много везде нигде не переплачивать абсолютно нигде не не давать никакой взятки вот это вот я сделал видите какие какие они хорошие ну людей хорошие они смотрят смеются еще но тогда ничего не было не было никаких компьютеров никто даже не слыхал это слово то ну и тогда началось у меня распространение сразу услышали монастыри архиереи посылают послушников и они у меня дома живут ждут когда выйдет экземпляр но у меня экземпляры тогда пошли это полный комплект это две с половиной тысячи часов слушать две тысячи пятьсот часов это у меня ну общий то комплект я выпускал тут маленько цифры не сходятся потому что на разные было двести пленок двести катушек не пленок двести катушек это один экземпляр и потом у меня дома такое вот пространство примерно это почти до потолка были ящики с коробками с этими с катушками одни братья везли а я не знаю кто они такие даже лютеране или кто с Эстонии и дорогой опрокинулись машина видимо заснули и машина опрокинулась и встала на колеса и они разобрались в какую же сторону теперь нам ехать и довезли довезли в одном месте значит мы в Москву приехали ходили ходили тогда был там наш житель жил Михаил Федорович Гордеев он сейчас в Барнаул переехал какой он там что меня не касается но нас он любил у него была ставка наша мы одного человека человек шесть мы ездили у нас бесплатный билет был мы работали в мостопоезде и билет бесплатный в один конец страны могли ехать до Владивостока до Москвы но мы брали такой маршрут заехать к родителям во Фрунзе из Барнаула оттуда едем дальше переезжаем Каспийское в Баку Грузия Молдавия Украина Прибалтика это в один конец называлось Санкт-Петербург Ленинград назывался и вот теперь обратно едем и нам разрешали это делать это Бог делал это какой же в один конец страны в Ленинград мы проезжали по границе и везде везде были собрания я выступал в баптистских общинах помню один раз в Грузии 8 часов только у них в общине проповедовал один день на дагестанском на грузинском на русском вот с переводчиком и молодежи еще собрания провел в Москве там даже не расскажешь и отовсюду люди собирались у нас у кого останавливались большие комнаты это все народом было забито нам есть что вспомнить ну и про пленки там много узнавали а книг то нету вот чтобы жития святых начитать у меня буквально со всего Советского Союза привозили по одной книге и наказ был не отдавать в руки и они сидят пока я начитаю а я один один то сутки я на работе я на работе начитывал когда все разойдутся и там продолжал начитывать и было начитано бывает привезут книгу а в ней страниц сорок нету мне нужно где то узнать в другой город поехать не дают священник такой был и на месте перепечатать вклеить я переплетчик реставратор и теперь насчитать даже не выскажешь какие были помню как то нужно было толкование песни песней я гонялся гонялся ну где ее найти толкование то я же преподаю в разных школах в университетах везде это все открыты мне двери были ну и сказали есть в апфисском собрании у кого сказали Эмилия такая я познакомился взять у нее гусь был Иван она немка она говорит так она на немецком а я немецкий язык разговаривал самостоятельно учил вот они ее достали а нет первых страниц и она готическим шрифтом а я уж язык то забыл я немедленно сел язык восстановил в течение одной недели перевел эту книгу переписала там стихотворение если стихотворной форме стихи новая книга издавай а то говорят препятствий у меня препятствий в жизни не было я ни разу еще по сегодняшний день не сказал что это нельзя сделать почему нельзя я на молитву вот у меня иконы вот у меня главное мое оружие пробивать это щетки вот не менее 7 раз в день 3 святое и 100 поклонов вот мои сегодня как я говорю не умирает пусть от страха который молится надо чтобы никто не видел вы главное не забывайте они получают похвалу а я получаю подзатыльник весь вся загвоздка ты иначе тогда в церкви нельзя молиться тебя видят где бы ты ни был везде можешь молиться совершать крестное знамение в автобус садись в поезд не бойся главное это похвала если тебе а ты похвалой услаждаешься вот в чем смысл то а не то что я перекрестился тебе еще лишний кусок хлеба дают а другой дай ему в морду ты испытаешь то что мне за плечами там пришлось это иметь а люди писания это не знают они только подглядывают еще не скажешь и знаешь что он пьяница живет в них по-христиански а всыпляется так как бы даю понять чтобы кто будет смотреть слушать и вот этот магнитофон потом он послужил уже здесь когда нужно было оцифровывать магнитофон это у меня все изъяли конфисковали а потом когда я судил высудил назад отдавать то нечего и стали у людей тогда ну где были доставать вот он у меня стоит вот он здесь магнитофон стоит вот видишь как маяк еще не маяк был романтик 304 он у меня там в углу заваленный был с батарейками вот с ним я везде ездил а это только только от электрического тока и я его в мешке с проводами и еду через весь Советский Союз препятствий не было вот тут мои беседы были с Александром Менем был такой священник убитый вот ни у кого больше таких интервью нет у меня только я с профессорами с Митрохиным вплоть до министра доходил литературный институт ну как Розов там был такой режиссер и сказать этот преподаватель то есть у меня фанатеха еще не распечатанная с Глебом Якуниным с Дмитрием Дудко это десятки десятки часов у меня архив был прямо со студии полученной из Хельсинки когда судили 136 часов Ярла Николаевича Пести Пести когда узнал из Америки запросил меня прислать мои проповеди со своими видимо сравнить ну кто специалистов знает если рисует ему охота другие картины сделать ну мне я послал что с Ярлом Николаевичем Пести я думаю никто не сравнится зачем это но он взял и писал он писал мне что они слушали здесь все с семьей у него дети здесь в Москве где-то есть ну и очень хорошие отзывы были но сравнивать мою проповедь с Ярлом Николаевичем ну просто это другая величина я если так уже по большому то счету ну какой я я просто люблю моего Господа и так вот выражаю видите чем занимался где-то магнитофонизация всея Сибири как писал Николай Балашов ставший священником он сейчас в патриархии по внешним церковным слушаниям большим говорит человеком стал это все благодаря тому что мой Бог это делал мой Господь я его люблю и поэтому за эту любовь меня не любили и мне пришлось в пяти тюрьмах отбывать и был реабилитирован я кое-что хотел сегодня вот это показать ну что даже в бедность я всегда молюсь говорю Господи но мужчина жить и в бедности красиво и интересно и когда стал я оцифровывать а магнитофон и не работает эта пленка стоит здесь и надо писать на магнитофон теперь оттуда снимать чтобы в интернет то выставить здесь Николай Валентинович Пальгуев это наш брат сегодняшний он в этом деле мастер не по самой а в механической Алексею Речкунову никого нету равных вот и не встречал даже по сегодняшний день никого не даже те которые сегодня программисты где-то работают они неизвестно кто бы в то время были они большого уровня у меня братья которые за мной смотрят чтобы все было вот потом стали переходить на кассетные и теперь мне надо с этого перевести на кассетные вот я сейчас выключил здесь вот так подожди-ка мне нужно назад теперь все это перекрутить снять ее вот ну и теперь что нужно установить на низ ее выключить и закрыть это я потом уберу это подружник называется из всяких тряпочек когда молиться в церкви стоишь много поклонов на Андрея Критска видите как делаются подарочные подружник чтобы не на пол а поклонился Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного и руками на подружник это Господь делает я не шил это дело когда я на магнитофоне работал здесь у меня мозоль была на локте я вот с магнитофоном с телефоном и трубку беру ну я увидел тут была у нас девушка она вышла замуж сейчас в Америке вот и она а тут моль побила у меня она вот такую шила мягонькую мне под локоть если следователь будет разбирать а что это за подушечка такая под локоть вот я сел трубку снял на локоть то есть я окружен безмерной любовью моих дорогих братьев и сестер которые облегчают и без них я бы ничего не сделал теперь все это надо было перекрутить на на эти самые кассеты ну вот эти вот вот теперь вот такие вот кассетки пошли вот ну а как их перевести они же у меня по-другому а с этих-то надо на перевести уже на на борт мне надо переписывать было беседы и другое и вот теперь вот она здесь вот она ездит теперь у меня вот такое вот сюда вот кассеты Это для кассетного Вот Это сделал вот эту вот оболочку Это Петеримов Анатолий Кузьмич Большой мастер И вот это вот шевелится Ну тут намотано у меня Я сижу ногой сюда вставляю ногу И ногой раз выключил Отступил, а сам это время печатаю Ногой, ну видите Какое приспособление, оно хорошее Это он сделал Надо слушать, кошки, чтобы не сбивали, привязанные Я говорю, это большей частью для молодых Никогда не опускайте руки Это так интересно жить На этой жизни все время думать Как бы это не последний день, господи Дай мне выложиться в этот день И вот оно, видите, как все Все это нужно на современное Как Бог делает Я преподаю в разных университетах Вел занятия По искусству, мировое искусство О географии и прочее На магнитофон какой Процессор тоже там старенький Однажды Пурга, тут прихожу На кресте стоит коробка Осторожно так посмотрел Да мало ли что Не знаю, в комнату завел Занес Процессор новенький Процессор Стоит, снегом занесенный Ну что Вызвал У нас профессиональных Три Три Программиста Которые следят за мной И все это ремонтируют Алексей Загуляев Алексей Викторович Петеримов Виктор Анатольевич Ну и есть тут Еще Которые помогают Которые может не хотят Чтобы знали Потому что их преследует Патриархия За то, что Они мне помогают За все годы мне больше Чем Православные священники Никто не мешал Никогда Везде приветствуют И принимают Кроме священников Но они все от меня брали И тайно затаились Их узнавали Что у них пленки Их тогда свои гнобили Но тогда Как-то советская власть Придерживала А сегодня им дали свободу Они просто безумствуют Что делают Гонят Кого там сектантов Я-то попутно говорю Тогда Дворкиных Тут у нас не было По дворам ходили другие Шурики под окнами стояли И когда я насчитывал Все Леша сделал такая Душка у меня И два микрофона Вот так вот А я в окно смотрю Машина стоит Одна или две За мной все время следили И от меня кто выходил С пленками Всех дорогой обыскивали Но изымать не изымали Интересно Пленки брали Проверяли и отдавали Вот советская власть Еще была Все таки Это уже 82-83 год Уже меня первый раз Освободили И Ну как-то Ко мне очень хорошо Все эти относились Даже органы Это все рассказывать Не расскажешь даже И вот Господь Как сделал Вот эти пленки Вот это 2500 часов А на одну пленку 45 минут Кажется там Вот переведите Теперь это все И я все сделал Теперь с этого Переписывать На эти сухарики Вот такие Но потом-то стали Уже диски Уже на диски пошло Каждый диск 4,5 гигабайта Мне теперь надо Перевести Все надо было Оцифровать В интернет И перевести А как перевести Ну как Опять работать И опять надо Деньги Вот смотри Я просто показать Вот оригинал Это вот у меня пленки Это когда диски Вот сейчас уже Сегодня это диски Вот каждый По частям Что тут написано Вот это фильмы Отдельно Люди которые просят Для них размножить Вот А это тоже Это отдельно Златоуст переписал Отдельно Жития Все Ну вот Второе это оригинальное Которое Это оригинал Который нельзя никому давать Но люди то приезжают С разных республик Из-за границы Из Германии Там Я уже не знаю Откуда только не еду Сегодня Это надо переписать Но у меня сегодня Переписать С одного на один На один только И вот один приехал Программист У меня посмотрел Я вам скажу Кто он Не обидится на меня Виктор Петеримов Он Знает что я Им не покоряюсь иногда Он сразу с меня Слово берет Ну скажите Вы будете меня слушаться Или нет Ну Где то я посмотрю Где то нет Нет Вот дайте слово Что я сделаю И вы ничего не будете Тут противодействовать Ну что он может сделать Мне Такой скромный Человек Ну Закройте глаза Я закрыл сижу Он что Новый процессор И видите Уже перевел Вот на такое Как на пластиночный Видите Какой он у меня есть Какой большой экран И бесплатно Я кое-как узнал Сколько это стоит Видите Какой новый процессор Ну все новейшее Вот Узнал сколько стоит Деньги никак не берут Кое-кое как Жене все таки сунул Прихожу домой Деньги уже в кармане Уже вернули Как я могу быть Неблагодарным Господу Но Господь знает Что я все это Для людей делаю Я от этого сейчас отойду Уже немножко Показать здесь Вот Вот что у меня Всегда здесь телефон Это Очень хороший принтер Не знаю Кто мне его купил Был такой Ну как Жидкий С жидким работал А этот Вообще Замечательный И они меня учат Это у меня новый Фотоаппарат Вот Это если я разговариваю Много по скайпу записано Значит Что Сразу Наушники Это все они сделали И вот утром Встану Я начинаю сразу смотреть Что у меня здесь есть Ну Завел пароль И открыл Вот первым делом Ленточный Это вот наш Вот Православный форум Игнатия Лапкина Это все сделал не я Я вообще не разбираюсь Как говорит чайник Я даже чайник Проржавленный Если так Называется Дырявый Но все Что говорят Я конспектирую У меня целые тетради И В общем то Маленько разбираюсь Вот я встал Ну что Кто тут Супер модератор Иулия А что она делает Я Выставляю Житие святых А вот он у меня где Я сейчас коротко покажу Вот у меня они здесь есть Жития общая Вот она Я открываю его И вот По августу Апрель За все месяца Жития В Ворде Вот открыл за июнь И вот за какое число Это был такой Иеромонах Иеромонах Судников Нафанаил Потом он стал Николай Николаевич Судников От всего Но он рукой Перепечатывал Целые тома Все там Много по славянски Он по русски сделал И вот они и есть Ну я смотрю В какой-то определенной теме И отсюда Ну что Вот я смотрю Кто это здесь Вот Александр Кушский Вот я вот толкнул Вот он Открика Вот она есть Вот он идет где-то Вот я Жития святых Выставлял А вот супермодератор А она Поговорили с ней Вот она что сделала Эта ночью сегодня Она взяла Житие Илариона Великого Вот она первая А это 1173 Вдуматься надо Вот Я воткнул сейчас Вот что она сделала К нему Вот она Житие преподобного Отца нашего Илариона Великого Преподобный Иларион Родился В селении Ну и такое 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 Это все Вот сейчас Маленько уменьшу Это я делаю Чтобы было жирным На 16 шрифт Перевожу Ну и какой-то Цвет даю Вот оно какое Большое Житие Большое Вот смотрите Сколько Вот Я его выставил А что она делает Вот она Продолжение То есть она не вместилась Даже Ну у меня на 50 тысяч Знаков Вот Ну ушло на 2 А она выставляет Что Житие преподобного Отца нашего Илариона Великого Память 21 октября Считает Лапкин Игнатий Тихонович Нажмите кнопку На плеере Ниже для прослушивания То есть она С нашего сайта Снимает И вот сюда Вот Вот сейчас посмотрим Смотрите А тут дальше 21 октября Житие преподобного Отца нашего Илариона Великого Преподобный Иларион Родился в 291 То есть там по тексту А здесь слышно И что чудо какое Каждую пленку Надо там по инструкции Два раза в год Прокручивать Ферромагнитный слой Накапливает там Какую-то энергию Что-то такое Портится А они у меня Пролежали Где-то в земле Там написано Температура От плюс 5 До плюс Там 20 Какая А здесь температура Сибирская 40 градусов мороза И летом 30 с лишним Жары Мне нельзя было Брать Из эмали И наконец Я оттуда Достаю их И это Бог Сделал так Представьте 30 лет Зарытое чемоданы Лежат в сухом месте Где-то Закрытое в сараях Под ровами И с них Теперь я перевожу сюда И вот такая слышимость Слышимость Слышимость-то какая Еще раз Сейчас включаю Дальше В первом году В первом году В селении В Паваке В Палестине Без города Газа Родители его были Елины Как является Роза среди шипов Так рождением От них Преподобного Явилось Миру Благоухания Христова Постанный в Александрии Для обучения наукам Он не только вскоре Овладел всей той ученостью Которой стремился Стремились елины Но хорошо ознакомился И с духовной премудольствием Крупнее надо сделать У веры в Господа Нашего Иисуса Христа Он принял Святое Крещение И во время Частых посещений Храма Внимал словам Божественной службы Навыкая Добрым нравом И сердцем своим Горя любовью К Богу Он стал Помышлять о том Как бы угодить ему Услыхав о святом Антонии Великом Слава добродетельной жизни Которого в то время Распространялось Всюду Иларион Поспешил отправиться К святому Исполненный Усердного желания Видеть его Дойдя до места Его пребывания В пустыне Иларион Узрел его Светолепное лицо И услышал Его сладостные речи Указывавшие ему Путь к совершенству Он пробыл Некоторое время При святом Антонии Присматриваясь Его ангельской жизни Вот Это просто показать Это все на нашем форуме На нашем форуме Который Все это конечно Бесплатно И вот это можно Слушать Вот оно где Наш форум Православный форум Игнатия Лапкина Это 12 томов Дмитрия Ростовского И плюс тому Я еще две книги Настольные Священнослужителя При патриархе Пиме Не выпущено Я нашел еще Около 170 Житий Которые у Дмитрия Ростовского Не были Я их туда тоже включил То есть по полноте У нас нигде В мировой сети Больше этого нет Ну а кто хочет Скачать Вот смотрите Я сейчас покажу Как Вот Вам нужно войти Тогда на наш сайт Начало-то с кошек А смотри Куда уже заволохся Вот Это наш сайт Называется Во свете Библии Православный Библейский сайт Сейчас она Отработает Покажет Какой он на самом деле Целиком Вот она И вот Когда зайдете на него Видите Православный форум Игнатия Лапкина С него Щелкните Сразу на форум Перелетите А на форуме Там уже зайдете И покажу как Вот Что тут Звук и видео Вот Звук и видео Вот я ткнул Звук и видео Что здесь идет Библия Насчитанная Лапкиным Библия Архипелаг Гулаг Творение на Златоуста Житие святых 12 книг А вот Житие святых 12 книг Нам это и нужно Вот она Я сейчас ее ткнул Смотрите Вот теперь идет Вот Я сделал так Из каждой книги А в каждой книге Это январь Февраль Март Апрель В каждой книге Вот это к слову сказать Я оставил 12 томов Златоуста Я отвлекусь Вот 12 томов Златоуста Которые я насчитал Это мне подарил В Америке Архимандрит Арсений В Синоде И у меня была возможность Привезти с собой Допустим Я не знаю В самолете Сколько Ну килограмм 20 Потапов Отец Виктор В Вашингтоне Подарил мне Компьютер А этот Подарил мне Златоуста Снял Снял С полки Это итальянское Издание Современное Очень хорошее Ну я взял Златоуста А компьютер Бросил А Вот Я привез И вот такое Издание Ну пусть кто-нибудь Скажет У кого оно Такого немного Где-то найдешь Вот я его Насчитал Я знаю Кто Завистники Сейчас смотрят Они Страдают Просто А что вы хвалитесь Ну мне Написано Хвалящееся Хвались Господом Я разве сказал Что это я У меня Нет данных Для этого Чтобы перенасчитать Где попорченное Нужно Четыре Качества Которых у меня нет Первое Человек Должен иметь Хорошие легкие А меня Месяц держали В морозилке В тюрьме У меня Бронхи полетели Все Я задыхаюсь Дальше Второе Должны быть Все зубы У меня зубов Половина нет Третье Третье качество Нужно Хорошее зрение Это у меня зрение Я больше Тридцати тысяч часов Провел за компьютером Когда Вот это Книги набирал Тридцать восемь книг У меня вышли Свои Своё издание Это зрение И дальше Я должен хорошо слышать Что читаю А я не слышу Я полностью Нуль И здесь только Немного А то я так разговариваю Вот каждая цифра Я сделал Из каждой книги Выбрал первый век Из двенадцати книг А это Триста шестьдесят пять дней А там рассыпаны На каждый день Житие первого века Пятого Пятнадцатого Я выбрал первый век Второй век Вот как написано Третий век Ну то есть По векам Вот каждая вот эта Это дорожка Ну а сегодня Это файл Это всё мне надо было Оцифровать Это всё тоже делал сам Два помощника были Сергей Пупков Помогал И был ещё один Егор Он ушёл Его нету Он ушёл Вот И вот это вот Первый век Двенадцать Век второй Восемь Такого нет нигде Просто нету У меня каталоги Составлены были Так вот Даже по векам На На Двести семьдесят метров На триста семьдесят пять И на пятьсот двадцать пять И это на один листик Сделайте Чтобы знать Какая Какое житие Как это сделать Это же на бумаге Тогда Насчитанное на бумаге Я так долго думал И наконец сделал Сделал Эти каталоги Разошлись везде Сделал сопроводительно Это всё бесплатно Бесплатно То есть тысячи страниц Я отпечатал Ну Десятью пальцем Вот Вот третий век Вот она Шестнадцать Четвёртый век Сорок восемь файлов Ну вот ещё файл Синенький всё Это Вот это вот Каждая есть Которая здесь есть Восемь часов Двадцать минут Это вся плёнка Ну делите на четыре На четыре Это Два часа Где-то пять минут Вот это один файл Вот каждый Но надо уже узнать Что там есть А вот смотрите А вот даётся каталог На житья святых Внизу Давайте его щёлкнем Это на нашем сайте Вот я его щёлкнул Каталог А вот каталог Теперь смотрите Что сделано Век Такой-то Пятого сентября Это церковный год Начинается с сентября Вот А потом Какая-то минута Метры Где-откуда делается И сколько страниц Вот три страницы В книгах Сколько Вот тут видно Десять Это вот Корнилий сотник Тут пол Страница Это Севастьяна А ещё дальше Где? Ну это первый век Больших ещё житий не было Тринадцатый Кто это здесь? Апостол Филипп Девятнадцать Девятнадцать Это Ирина Видите сколько? Двадцать шесть Это кто такой? Апостол Павел Вот она Двадцать девятого июня Вот какого числа? Какой файл? И сколько страниц? И этот каталог на моём форуме Вот второй век Вот видите Я прокручиваю Это надо было всё составить Третий век Третий век файлы Это дорожка А потом Какие именно святые попадают? А почему тут много А тут мало? Это значит Большого размера были А эти Мелочи Ну страницы две Поэтому много Двенадцатый Тринадцатый Видите сколько файлов идёт Вот Это третий век идёт Вот четвёртый век начался Вот четвёртый век Смотрите как идёт Я прокручиваю только Это за один век Вот седьмой файл Шестого декабря Николай ещё натворил Тридцать восемь страниц И Амвросий Двадцать две Всё только два Два Но они и заняли дорожку-то Тридцать восемь и двадцать два Это шестьдесят страниц Вот и всё Вот она где Это четвёртый век Это крутить легко А это название И страницы Какого числа По старому стилю И вот они идут Ну почему это никто не делает Я сделал как мог Так и сделал У меня Соперников нет Соревноваться не с кем Как мог так и сделал То есть я лучше не мог Это на пределе моих возможностей Вот Видите Идут Тут мало Заранее можно сказать Вот кто двадцать четыре Это Феодот и Клавдия Вот Симеон и Саак Мало Тут больше Константина и Елена Тридцать одна Самая большая Серафим Саровский Пятьдесят одна страница Я спрошу Это ни один не скажет А у меня они Вот они на глазах Книгу не открываю Я уже знаю Большое житие или нет Вот большое Что? Климент А вот Климент Пожалуйста Четвертый век Пожалуйста Какой тут Климент Еще их несколько было А вот сорок две страницы Василий Великий Это Сорок пять И дальше что? Сорок пять файлов Сорок восемь Но мне надо было Начинать с новой Дорожки И поэтому Остающиеся Не записаны Я записывал Створениями Святых Отцов Потому что Новый век Я начинал С первой дорожки Новый век С новой дорожки Семен Столбник Двадцать четыре страницы Это пятый век Я просто прокрутить Показать людям Шестой век Вот она Девятый век Видите Сколько их здесь Это Тысяча сто семьдесят три Мне радостно смотреть Межи мои Прошли по прекрасным местам И наследие мое Приятно для меня Это мое детище Есть чем похвалиться Почему? Человеческими силами Это нельзя было сделать Меня первый раз Арестовали По станции МГБ Московское КГБ То местный Сотрудник Он полковник Никулин Юрий Михайлович Интеллигент Не злитесь на меня Что я так говорю В КГБ Разные люди были Настоящий интеллигент Он из тюрьмы Меня привез домой даже Приехал на машине И вот он Говорит В Москве Думали что Работает несколько отделов В Сибири А оказалось Один человек Но это неправильно Без Алексея Алеши Речкунова Я бы не сделал У меня сидели Наклеивали Вот они какие есть Вот она Плюнка так выглядела Вот посмотри поближе Теперь А мне хотелось Их украсить Ко мне везли Разные журналы Мы эти Выбирали Отрезали Видите Картинки И надписи Картинки И надписи Это со всех сторон Это потом Мне все оплатят Когда я выиграю процесс Это стоимость Очень большая была Картинки И надписи Вот они Видите Какие слова Тогда не было Так Я сейчас могу Что угодно Напечатать Через принтер И наклеить Тогда этого не было Ничего этого Этих слов не знаю Напечатать Ну какие там Буковки Значит Я резал Сотни Если не тысячи Журналов У меня сидели люди Драли Тут каша Это мука Разведенная И клейстер Клеили И трещь шла В одни руки В одни руки Полный комплект 200 200 катушек По 375 метров 8 часов 20 минут Каждые И посчитайте Вот я Свожу У меня работает 12 магнитофонов Это 12 экземпляров Всего только 12 2500 часов Даже сегодня Переписывать И то это не просто А это на магнитофоне На каком Говорит Препятствие Это какое это препятствие Вот Дальше просим Простить За возможные опечатки В именах И числах Ну Где-то Все делалось С очень плохой копией 30-летней давности Но при прослушивании Житии Это легко выправить То есть Когда вот это выбирали Не слышно Марта Не поймешь Какого марта 6-го А мне слышно 8-го Может быть Где-то Какая-то Но ошибок Это может быть 1% Но мы сделали Извинения Перед людьми Вот я это показал Вот смотрите Значит так Это жития святых Но тут-то еще И Творение Иоанна Златоуста Вот я его толкнул Вот они Творение Иоанна Златоуста 1-й том 2-й 3-й 8-й 12-й Вот каждый Это файл Это дорожка Каждая дорожка 2 часа 5 минут Вот оно сколько Вот я стою перед ними Почему никто этим не занимался Во всем Советском Союзе Никто Почему Меня Бог на это избрал Я верю в свое избранищество И вот Вот этот сайт сделал Это не я же его сделал Это невозможно сделать Самые трудности были Даже не в этом Самая ценность на нашем сайте Попутно сказали Это вот 4124 ответа Это у меня Я издал Книгу открытым оком 30 томов Вон покажи вверху Вот 30 томов Ну может плохо видать их И вот нынче Я уже проехал В нынче 2013 год Мы проехали Германию Австрия Там в каждой национальной библиотеке Мои 38 книг Это 750 евро Стоит 750 Кое-что переиздано уже И 444 библиотеки Имеют эти книги Эти книги библиотеки Ленина Парламентской Исторической В Москве Здесь Во многих старквах Вот Отчастникам Я продаю Если кто желает Может купить Это все тут у меня Спросить И зайти Библиотеки дарю И вот здесь я отвечаю Вопросы Первое Бесы, колдовство Библия Богослужение Болезнь Тут может быть даже не видать Я крупнее это Больше не могу никак Вот Как это сделать известно Меня говорили Ну вот я взял книгу Где что найду-то Ну я говорю Умру тогда кто-то сделает Пришлось самому заново 30 того мне пролопатить И 55 Вот Последняя церковь 55 Рядом Подойди поближе Вот смотри как Вот она Чтоб видно было Царь Царство Священство Политика И вот Канонизация Коммунизм Крещение Ну допустим Вот крещение Я в него ткнул один раз Пошли вопросы Вот вопросы Первый том 415 50 Дальше Том второй Может ли при жизни Человек Не удостоящийся Встречи с Господом А верующий В простоте сердца Надеется на спасение И нужно ли ему Принимать крещение Это вопросы Которые мне задавали В школах Я где-то примерно В 20 школах Вел занятия В 5 университетах Во всех техникумах На заводах По радио 3 радиопрограммы Вел А да вы пиарите себя Ну я чего пиарить Вы слова то это не знаете Что такое Ну тогда вы другим Расскажите Которые против того Что я говорю Это люди Враги Божии Я делаю Что известным Мне нужно вызвать Доверие к себе Что я не мошенник В первую очередь Я это все Бесплатно делал И второе Что я это все Делаю только Для Бога Вот теперь Это вот одни вопросы Идут Вопросы Которые мне задавали В письменном виде Вот Кто такие оглашенные Вот том второй Вопрос 658 Ну любой Третий том пошел Четвертый Если у человека При рождении Дано одно имя А в крещении другое А при пострижении В монахе третье А в схему четвертая То какое же будет Действительным Перед Богом Эти вопросы Ну отвечайте Вы знаете Они вопросы разные Ну я допустим узнал Теперь Вот надо в него ткнуть Вот Что сделать Одни вопросы отдельно Это я уже догадался Но как сделать Чтобы открылись И тогда у нас сестра Юлия Она Фатеева Третьякова Теперь Она сейчас Супер модератор Здесь Юлия И она С красным дипломом У нас почти все С красными дипломами Закончила Медицинский университет И она познакомила Меня с Евгением Валентиновичем Так И он Того достоин Что он увеличивает Клейменов Женя Он тоже на пятом курсе был И он ко мне приходил Два раза Он специалист Но так и не смог сделать На третий раз Пришел и сделал В моих молитвах Он будет до смертного часа Благодаря Ему Мы это имеем Вот когда я узнал Что есть библейский поисковик Ну попутно Сейчас открою Вот смотрите Такой библейский поисковик Вот он Открыть Какое слово мне нужно Например Христос Вот я слово Христос зарядил Найти И вот они пошли Сколько раз Вот оно показывается Вот Вот оно все А я говорю А кто это сделал Кто это сделал Никто не знает Я узнал Тимофей Ха Зарядите его там И я его каждый день Поминаю в молитвах Как он облегчил мне труд Когда я писал книги Где нужно сказать что-то Я не перепечатал Я копировал И вставлял Тимофей А Тим Бернер Сли Это интернет Который изобрел Два Тимофея В моей молитве Ну а Мартин Купер Это мобильный телефон Вы знаете их Старики Нечем заниматься вам Только старпер Треугольник Холодильник Телевизор Туалет Вот поэтому Надо расширить Треугольник И вот Благодаря этому Жене Клейменову Теперь я могу Вот так вот Теперь нажать Это одни вопросы идут Я вот нажал на него А теперь Теперь с ответом Выскакивает При рождении одной Я отвечаю У католиков Все обстоит проще Они все эти имена Пишут через Дефис Иногда насыпляются Все тетки До пятого колена Со своими именами Даже сейчас Папа с двумя именами Ям Павел Все это игра Путаница Имя должно меняться Только с переменной жизни Пусть кто-нибудь скажет Почему стал Павлом Но это имя Он получает После Почему-то После встречи С язычником Проконсулом У которого было Два имени Можно только догадываться Что обращение Этого проконса Было необычным Очень приятным Для Савла И он решил взять Это имя себе В покровительство Как бы унижающее Уничижающее Смиряющее его Павел по-еврейски Малый Который Находился с проконсулом Сергием Павлом Мужем разумным Сей призвал Варнаву и Савла Пожелал услышать Слово Божие Это вопросы Вопросы Так это Такие ли вопросы-то Это 4124 Вот смотрите Сегодня люди Ну хотят Какие-то вопросы Себе решить Вот допустим Смотрите 14-е Что евреи Ооо Жиды проклятые Россию продали Ты за это Ответишь Это народ благословенный У Бога Бога избранный А ты что евреям Подыгрываешь Ты тоже Жид Яговистки Это на меня Я христианин Православный Но я знаю Что благословляя Этот народ Я получаю От Бога благословение Я умоляю всех Не проклинайте евреев Они за себя Ответят Мы за себя Это закваска Божия У Бога Запрограммировано Кому что делать Но они не приняли Которое Христа Но не все Есть мессианские евреи И остаток примет Великое преимущество Во всех отношениях Быть иудеем Евреем А наипаче в том Что им верено Слово Божие Им верена Библия Яна у нас Библия Это хоть Показать Как мы ее любим Библию эту Вот Я это все попутно делаю Вот она Святая Библия Полная С неканоническими книгами Вот Я бы ее не имел Моя бы жизнь 27 сентября 62 года 17.00 Не изменилась Если бы Евреи не сохранили Библию Если бы Они ее не защитили От повреждений Вот она где Эта книга С неканоническими книгами Идет Вот Все полное Издание А вот Один человек Он имя свое Даже скрыл Издал Я не знаю сколько 50 тысяч Новый Завет Какой крупный Какими буквами И бесплатно раздает Екатеринбург И мы везде дарим Он прислал нам несколько Несколько Это не два Не три экземпляра Людей у Бога Очень много Бога избранных И вот смотрите Евреи Я это все к одному Насыплял уже Столько ответов Вот я ткнул их Евреи Смотрите И вот открывается 176 вопросов Мне задали Почему на Евгении Сбывается пророчество Ведь они же Отступники Отвергли Мессию Почему это возможно 687 том Второй А это 30 томов Я в него ткнул Вот он Потому что Бог Отречься самого себя Не может И он обещал рабу Своему Давиду И поэтому исполняет Псалом 88 28-39 И я сделаю его первенством Превыше царей всех земли И далее все Считайте Но это не все Не все Вот смотрите Это Женя Клейменов Помог мне это сделать Это все на нашем сайте Можно переначитать Златоуста Можно переначитать Заново Лучше Намного лучше Какое я чтество Так просто И Библию переначитали И Жития Святых Уже многое начитано Но Я заранее всем говорю Всем кто меня слышит Вот это создать 4124 Никогда и никому не создать Почему Никому не создать Заново написать Архипелаг Гулаг Почему Биография другая у автора Это моя биография заложена Где я родился Вот Андрей Кураев Вот это понял Вот Андрей Кураев Это понял Почему Я родился В старобрященской семье То есть вера в меня заложена Но Библию получил Через 50-ников Я там покаялся И остался в православии Вещь не была Мою биографию нельзя создать Чтобы так полюбить Слово Божие Вот Теперь допустим Вот сейчас о мощах Много где-то говорят Вот буква М Мы так находим Мощи Вот он и откнул Вот пошли мощи Ответьте подробно Почему можно вскрывать Гробницы святых Если канонами Это категорически запрещено Том 3 Вопрос 1015 А вопросов 4124 Я открываю Вот ответ А кто мне сказал Что разрешено вскрывать Бог дал очень ясное повеление Относительно нашего тела Бытие 3 Это все пришло Это все пришло намного позже Когда Евангелие оказалось Совершенно ненужной книгой Были случаи Завещания Перенести свои тела С одного места на другое Ввиду перехода Еврейского народа Из Египта Бытие Пришло время Израиля умереть И дальше Мы православные Сделались пленниками Совершенными Гробами Подобных традиций Относительно Мертвых тел И выйти из этого положения И не можем И не хотим И боимся Как написано У Достоевского Братья Карамаза В главе Великий Инквизитор Даши кавычки Мы исправили Твой подвиг Измысленная Совершенно новая Религия Под названием Православие Совершенно не Опирающаяся На Евангелие Любители терзания И расчленения мощей Тел умерших людей Трупов Ссылаются на случай С телом Елисея Четвертого царства И было что Когда погребали Одного человека То увидев это полщище Погребавшее Бросили того человека В гроб Елисеев И он при падении Своем коснулся Костей Елисея Жил и встал На ноги свои Поясняю Разве это основание Для того чтобы терзать Чужой прах Закладывать его В кресты мощевики Все это языческий метод Достижения святости Механическим путем Умирая Симеон Столпник Заповедовал Не брать от него Даже единой волосинки Но Патриарх взял на память Одну волосинку И рука его отсохла Положил на место И стал здоров Первого сентября По старому стилю Пятого апреля Марк Афинский Умирая Заповедовал Серапиону Ничего не бери От мощей моих Ни одного Жития На 12 томов Нету Чтобы умирая Говорил Я заповедую Или даю Разрешаю Мое тело терзать Нет этого И как безумием Это нельзя назвать Никак Дальше Феврония 25 июня Кто хотел взять Часть от ее мощей Разбросанных Его мучителями У того руки Отсыхали Раздавался гром И было землетрясение Если в церкви Сегодня торговля И не изгоняет Христос Нет там Христа Где Христос Торговли нету Почему? А мамона И служение Богу Несовместимое Любящий Христос Мы не видим Чтобы кому-то Пощечину давал Но здесь он Не разбирая Прокинул столы И выгонял Торгаши Торгаши Это враги Божии Все храмы Сегодня Это комки Все храмы Под гневом Божиим Где торговля есть А каноны Церковные Даже запрещают Церковную ограну Я что-то новое придумал Вот Андрей Кураев Это понял Игнатий говорит Одними цитатами Берет Мы забыли Он нам напоминает Об этом Андрей Кураев Слышали такое? Над ним говорят Диакон Московский И все Руси Дальше 15 сентября Никита Взяли от его мощей Один палец А у взявшего Отсохла рука И срать 13 декабря Еще при жизни Дал такой наказ От тела не брать Ничего Ну и так дальше То есть я показать просто хочу Что означает вопрос И что такое ответ Я показываю по тему еврея Только 176 вопросов Вот А ты мусульманин? Пожалуйста Мусульманство Вот 27 стих Открылось Почему допускает такое сильное противостояние ислама и евангелию? В результате чего на веки гибнут миллионы людей Татары режут баранов и говорят, что так угодно Богу Откуда они это взяли? Ношение щедры Говорит о целомудрии Тогда выходит, что мусульманки более целомудренные, чем христианки Это мне вопросы Это невыдуманное У меня куча их лежит в мешке Я глухой И поэтому Ну, слабослышащий Так лучше сказать будет И я их сохранил Я писать это не хотел Меня побуждали со всех сторон Я сделал это Повторяю Я хвалюсь моим Господом Не умирайте, что я это говорю Враги хотят, чтобы никто про это не знал Повторяю По моему мнению Никому это не создать Почему? Они будут отвечать не так Каждый будет тянуть на свою сторону Баптист к баптистам Православным к православным Я никуда не тяну Вот у нас община И у нас запрещено звать к себе Запрещено агитировать Вербовать Мы только о Христе говорим Но если кто-то знает Просится, приехал Тогда мы дверь откроем И разрешим один раз прийти только Мы должны были исчезнуть Да не возникнуть даже При таком условии-то Все тянут к себе К батюшкам Мы этого не делаем Почему? Да может быть в очах Божьих Мы просто карикатура Куда я могу звать? Я зову людей ко Христу К Евангелию Вот пожалуйста Смотрите сколько Это вопросов столько Про мусульман Когда считаешь восточные сказки То там говорится аджина Кто они такие? Ну отвечайте, кто знает Как работать с мусульманами? Вот работал Данил Сысоев Сейчас канонизации там готовят И прочее И меня вопросами засыпают Как вы считаете Надо канонизировать, не надо? Я говорю, не надо Почему? Да он святой Канонизирует, выдумывает Павла Апостола Кто канонизировал? И Божью Матерь Никто не канонизировал Это все выдумка Он святой За 1300 лет Я знаю Житие святых Никто так не любил Мусульман Как Данил Сысоев И в доме любящий Били меня Он герой веры Если хотите Знать Это мученик Священно-мученик Он святой у Бога Минуем и тарство Сразу в тарстве Как он говорил Что-нибудь написано В Коране Объявление крестителей Я вот на вскидку скажу Говорите Кто специалист А тут вы можете У меня найти 18 том 3227 вопрос Я ткнул в него А вот ответ Ответ Похоже Что автор Корана Только слышал Нечто про Иоанна А считать не приходилось Потому такие Скудные сведения О родителях Выдуманные А об Иоанне Вообще нет ничего Коран 19 сура 2 аят Кавычки открываются Я не отвечаю ничего Я просто цитирую Коран По сурам и аятам Если у меня Тритомы посвящены Евреям То есть Я работаю С еврейской литературой Со всей Еврейской литературой И они говорят Да что ты мне Талмуд покажешь А Талмуд Сколько книг Ну толстая книга И все Это 12 книг Ну маленько Хотя бы Вот смотрите Коран открыт И теперь И вот кавычки Где 15 21 аят Так сказал Господь Это для меня Легко И сделаем Моего знамением Для людей И нашим милосердием Дело это решено И понесла Она его Удалила с ним В далекое место И привезли его Мухи К стволу пальмы Сказала она О если бы я умерла Раньше этого И забыла Видите как А дальше я сравниваю Из библии И не знал Его Но пославший Меня крестить В Одессе Сказал Мне на кого А дальше Стихотворение Стихотворение Мое Игла Игнатий Лапкин Вот Как раз На эту тему Теперь мы Возвращаемся К месту Это утро Сегодня я хочу Уже Показать Вот Самое ценное И Этому нет равного Нет равного В интернете Нигде Вот допустим На букву Р Разбор выступления Вот смотрите А что такое Я ткнул в него Ага Чье выступление Вам больше всего Понравилось За круглым столом Проводимым по теме Религия против экстремизма Дальше Интернет Разбор ответов На вопросы Заданные отцу Максиму Козлову Разбор ответов Патриарха Алексея 60 вопросов Разбор ответов Юрасова Беседы с дектантов Гумеров Митрополиту Кириллу Толкование блаженного Петла Разбор Яна Хронштадтского Алексея второго Патриарха Евангелие от Марка Изучение Вот что только А тут что А тут всего слова Разбор Вот она Разбор выступления 41 Что вы ответите Вы должны знать Очень хорошо Все о патриархах О митрополитах О ком я разговариваю Юрасов у меня не раз здесь был Его книжку Я от страницы На странице Все прочитал И по вопросам Беру и показываю Вот у патриарха Алексея второго На 60 вопросов Примерно 3 Он правильно только отвечает Представьте Какой процент непопадания Я это все доказываю по Библии Тогда был митрополит Смоленский Калининградский Кирилл Гундяев У него примерно То же самое На полпроцента Меньше кажется И это все Выставлено И к нему вопрос Его ответ И дальше я беру Я беру Я беру его ответ Полностью Не критикуя А сравнивая С Библией Со святыми отцами И говорю Почему он так ответил Причину-то Это вот наше Сегодняшнее утро 13 13 декабря Ну думаю На сегодня хватит Это вот только утро Одно я рассказал Показать кошек хотел Как сделать Чтобы они где-то В определенном месте Точили когти Где они у меня есть Давай-ка посмотрим Куда они ушли Мы кошками начали Кошками закончим Вот заметьте А вот они лежат На плите Она протопилась И маленькое что-то есть На ней сушится Здесь семечки от тыквы Вот они сушат И вот он лежит На улице холодно Но он очень любит гулять И он пятый месяц Вот я его вызову Так Ну кто гулять пойдет Ну-ка гулять Пошли Пошли гулять Гулять Выходи Ну Прижался Котя Пошли белый Белый пошли гулять Он любит Давай иди Это в стенке Вот он Ушел Ну-ну-ну Уходи Дверь закрытый Хвост убери А чтобы никто не прижал Крупно покажи Что Вот У меня добровольно А вот она не идет Вот она лежит Ну пойдем гулять Гулять пойдешь Она еще Не понимаешь что такое Ну сейчас попробуем Поближе поднесем Но выкидывать я ее не буду Рядом поставлю Смотри вот она Пойдешь гулять Пошли гулять на улице Пойдем гулять Пойдешь Ой да С теплой Плиты то неохота Ну давай Иди О пошла Все Мы никого не затягиваем Ни всех Кто не на улицу Пошла Вот покажи Володя Какие у нас тут надписи Если видно будет У нас везде Слово Божие Видите Распятие Оно темное Потому что у меня был пожар В другой квартире Сожгли Вот Ну что Не пошла она Никуда Вот она пошла Чтобы я ее погладил Видишь как Она заискивает Передо мной Она молодец Она знает Чтобы я ее не брал Она думает Чтобы ей нравилось Она думает Это мне нравится И подходит Скребет И ждет Когда я ее поглажу У нее именно такое понятие Ей не надо Она уже когти натащила Сегодня Это она для меня сделала Благословенная скотинка Я иногда святой водой Их краплю Итак Прошу Не завидуйте И не злитесь И не судите Это вам поможет Жить без болезни Не-не-не Не ревнуйте И никогда не обижайтесь Вот эти не Выстроите в ряд Что я сказал И все будет как надо Вы 90% болезни Уживите Живите красиво Интересно И азартно Считаю каждый день Последним Благословен Господь Ну все на этом Я заниматься насаживаюсь А то у меня А вот что я делаю Покажи-ка еще Посмотри Вот Я это закрываю Мне это уже не потребуется Ну свернуть можно где-то Ага Так Подожди-ка Что у меня здесь Жить житие Вот Теперь надо мне подняться Вот новое На сайте Новое сообщение Вот здесь Ткну Сейчас Новое сообщение Вот тут уже пришли Вот красным Это означает Ко мне кто-то пришел Второе Это что Это мой сайт Это сказать Мейл.ру Я считаю Лучшая система Низкакие Фейсбуки Живые журналы Контакты И прочее Там Одноклассники Даже не сравниваются Но Это год назад Такое было Они его сильно Сейчас сделали Ужали То нельзя Тогда можно было У меня Допустим Десять тысяч Я одновременно Большой текст Мог посылать Ну вот ко мне Заходят друзья Кто она? Ксения Иванова Видите Просится Друзья Кто такая Ксения Иванова? Как я делаю? Вот я захожу Сейчас посмотрю Кто она такая? Примерно-то Ну видно Что она не безобразничает Вот сейчас я посмотрю Так Ксения Иванова Это тоже Учитесь Как работать Вот она зашла Я сейчас смотрю Фотографии Видео у нее нету Тут еще плохого У нее нету Ну нормально Так Теперь я делаю Что? Сворачиваю У меня заготовка О нашем сайте Я его Поднимаю Контрол Это что у меня здесь? Да Контрол А Выделяю Контрол С Копирую И захожу Захожу теперь Подружиться С Ксения Мы друзья Теперь написать сообщение Ну теперь-то мы с ней друзья Теперь я ей это вставляю Вот сюда вот В ее рамочку Все Поехала Все Она от меня получила А вот зашла тут Желтая Полина Мецкер Кто она такая? Что она пришла? Ругаться Благословиться Не знаю я Она говорит Сколько лет Мецкер Андрею Игнатий У нас был знакомый Баптиз Андрей Мецкер Я вас приветствую И спасибо за отклик Я ей вчера послал Она вчера У нас был Андрей Мецкер Очень хороший человек Баптиз Зарегистрированный И он ходил к нам Вот тоже случай был И там была Маша Глушкова И еще один Реген Который к нам Были расположены И вот когда у них Богослужение закончилось Это родище 67 Тогда был Никонов Алексей Дмитриевич У них пресвитер И после их Богослужения Баптистского А там остается Хористы И они начинают Ну как за спевка Вот такое и есть А люди-то там Которые стоят там Одеваются Разговаривают И мешают А Андрей Мецкер Там впереди-то стоит И показывает Братья и сестры Там потише маленько Мы начинаем спевку-то Чего? Спрашивает Ну как им показать-то? Никак-то И он тогда им показывает Ну мы молиться будем Сейчас Здесь Мы сейчас молиться будем Вы молитве мешаете-то Но вот то, что он Молитву показал так-то Это пресвитер заметил И я знаю, что Крестное знамение Это от Бога Почему? Потому что такой ненависть Вот к этому взмаху руки Вот к этому Не было бы К этому не было Почему именно к этому? Вот Та маленькая девочка Марина Считает там наизусть Разные стихи Ну скажи Она сможет перекреститься? Она наизусть считает Там поэмы целые А перекреститься Она забудет Через полминуты Как это делается Его заметили Значит его Этого регента там И Машу Глушкову Сразу исключили Баптисты И они не знаю Наверное не меньше года Были на отлучении Только за то, что Он перекрестился Один А те его не осудили Против крестного знамения Он не говорил ни слова Он оправдывался И говорил Да Ну я к Игнатию бываю Хожу Но я баптист Я несу свое служение Но они разговаривают Я им кричу Молиться будем А ничего Ну я и показал Молиться будем Но не мог он показать Так как у мусульман молятся Это даже люди не поняли Вот они поняли А брат Дорогой Мы не будем разговаривать Мы на улицу пошли И вот это Мецкер Я ее вчера спрашиваю Вы Андрюшу Мецкера знаете или нет Вот она Мецкер Теперь мне надо Ее потом будет найти И ответить ей Теперь я захожу Заново на свое Ага Ей отправили Вот сейчас ткну в это И я возвращаюсь на свое Это моя страница Ко мне заходят люди Что они говорят Это вот я стою И наш устав церковный Церковный Как в церкви себя вести Вот один тут пристал Тут Николай Таран Проставился чем Я знаю что эти люди Никакие Они не церковные Ничего Нет Амалейка так Наслышались А почему не сказали О первой заповеди Любить Бога Позвольте Да это Это как вести себя Что вытереть ноги Переодеться Тоже я ни Коран пишу Ни Библию Он опять тоже Я ему поясняю Что у нас Здесь другая цель Да нет Это должно было быть Я говорю Это о церковной дисциплине Торговля категорически запрещена Вот В алтарь мирянам не входить И вот прицепился на это Он такой Богослов то Но я что еще могу сказать Ну вижу что человек Ничего не знает Я ему поясняю тогда Это о церковной дисциплине Здесь А не устав О церковной дисциплине Так Не устав прихода Является Объединение верующих А устав такой На основе учения Предания и правил Русской Церкви Православной Для удовлетворения Религиозных потребностей Нравственного совершенствования Его членов Назначение прихода Состоит в том Чтобы входящие в состав Его верующие Объединенные Единством веры Христа Спасителя Молитвами Таинствами Христианским учением И церковной дисциплиной Содействовали друг друга В достижении Вечного спасения Через участие Через участие Через участие Через участие Какое участие Здесь поясняется Таинство Добрую жизнь Значит Таинство Христианское просвещение Добрую жизнь И дела Христианского благотворения Он мне снова отвечает Все так Но разве церковь не есть Прежде всего Училище благочестию Я ему поясняю Что Это устав внутри Как вести Вести себя Чтоб дети не кричали Он ничего не понимает Я никогда не вступаю В полемику Никогда Нигде Я Сказал не только для него Для всех Они поняли Все Моя миссия закончена Я Дал вам Наш устав написанный Как себя вести Придут все люди Как помочь им Правильно одеться У нас определенная форма Они ничего не знают Дальше у нас канал Православный видеоканал Открытым оком У нас здесь Наши Тысячу Триста Восемьдесят Четыре Ролика Ну я знаю Что у Осипова Может быть и есть У Кураева Но у кого еще есть Его Не просто он говорит Это Они не могут показать Кого называют У нас отдельно Как строится деревня Детский лагерь По всему миру С миссиям Сразу откроете Откроете вот так А потом напишите Канал Игнатия Лапкина А это наш сайт Я не уйду Почти И каждый день Я записываю Что есть У меня дневник ведется Ну примерно 60 лет В тюрьме В лагере Везде Я сам переплетчик И забыкновенно Это из пожара Вытащено Видите Закладками Какие они сделаны Клеточку Вот вчера Значит я записываю Позавчера Каждый день Я могу Точно сказать Какие Где были события Видите Какие он Толстый Много Я переплетал Своими руками Примерно 3000 томов Вручную Старинным методом Попутно похвалиться О изобретателях Видите Это нафальчики И эти шнуры Как они приклеены Я переплетал В организациях Такие Как В городе Ко мне на автобусе Привозили Это дополнительный заработок Потому что я 50 лет Плачу 9 десятин Это не мое Бог так меня На меня иго Такое наложил 50 лет Я прожил Платя 9 десятин Из 1000 рублей 900 я отдаю На дело Божие А то за одной десятину Умирает где-то Ну пусть эти Крикуны Шалуны Как говорится Одну десятину платят Нет десятины Нет благословения Небо не открыто Для меня оно открыто Я завален буквально всем Хотя меня выжигала прокуратура Трижды До тла И у меня все есть С Богом Отошел Оооо Дивный Господь Что он дает мне